я вот как-то начинал помогать у меня был вот такой вот здесь я помню на курган птичка как это сейчас уже нет магазинчик такой я ходил вечером туда это у меня был такой вот действительно и перед тобой стоит бабушка и я заднюю своими мыслимой а бабула берет свой платочек и ищет вам свои копейки а я не хватает даже на половину черного но я хочу ничего не хватало а я заднюю так смотрю потом и вижу за 10 франков я говорю ребята дайте мне эту полочку я понимаю вот это ничего не стоит а не хватает я потом вот это все то что она хотела купил отдельно пакеты и за ней пошел я не стал в магазине не знаю как она и на улице как-то она была я к ней захожусь посмотрите по уши мне не знаете я вас не знаю но я хочу вам помогать и я дал ей эту пакет она открывает начинает плакать ты знаешь сынок я же только хочу есть и потом я пошел в забез они мне дали адрес который где живут вот такие бедные купил продукты сначала по магазинам ходил трудного мне надо 10 пачки чая а там по 2 там 2 а там один бегал по за тарусу в код я всегда примерно 15 тонн продукты плюс-минус а где вы берете то есть покупаете там оптовые но закупайте привезут сюда потом здесь раз фасуем у нас самая большая школа лопатина где-то у нас два варианта продуктов это школы и детские сады и индивидуальный пакет а что в пакет входит ну вот видите мы кладем все входит в пакет что там в лице полночном рис, горох, макароны, сахар, чай, мука, бывает манка, бывает гречка соревнования детей инвалидов индивидуальный пакет это для старушки одинокой для бабушки или многодетная семья вот под спорь если значит мало обеспечено это полы какой-то бабушки это в месяц, да? это на месяц такой пакет? да, на месяц вот мы найдем как подспорье немножечко вот что-то на первый случай ну мы забираем секундайм и выдаваем у нас вот так обмен очень хорошо идет, да? вам не надо, вы привезли, мне надо, я забрал понятно это здорово действительно и люди уже знают об этом раскладываем по полку, где муж-то, где детская, где женская люди приходят и здесь набирают уже разобрали, много было больше это тоже вот то что мне трудно было первое время здесь пока я понял вот это все русскому вот например дорога, да? даже никто на это внимание даже не обещал ну конечно а для вас это ужас какой-то я швейцарец это ужас, а я ужас, вот сейчас сам езжу здесь, на меня это по барабану, но я езжу ужин это не самое главное в жизни, что здесь сейчас главное а что для русского главное в жизни? знаете, для русского это вот, вот как сказать, он живет русский, живет спонтанно это никогда швейцарцы не живут я приезжаю туда, друзья спрошу давайте мы там, например там я через полгода буду, 15 лет что-то сделаю, один смотрит, не 15 лет в сентябре там следующий год не могу что-нибудь, а я у меня там что-то уже нет и вот понимаете, нет вот спонтанности вообще нет вот праздник, я это даже не делаю в алкоголе, но смотрите, вот вы пойдете на день рождения в Европу, да? да люди наливают там, скажем, вино и выносят один тост, но заменим, все большой стол, эти там по политике, те по спорту, те по еще что-нибудь другое и все, и скучно а как в России? а что мы пришли, есть что-то? объединяет опять все столы, кто-то поднимает ТОС, что ты говоришь, опять круг люди же пришли на это праздник вот я даже вот то, что я сейчас говорю, я повторяю русского человека, который в Германию приглашали на день рождения он говорит, так скучно, он говорит, я тебя понимаю не могут так, но не говорю, что это плохо, для них это так нормально, пусть так но наша спонтанность приводит к реки дорогам? спонтанность, например, можно кому-то в гости ходить спонтанно можно, вот я сейчас тоже возил дрова бабушке, я подарю дрова, но мне много сейчас видите, мы пилим лес я хожу, она сразу, давай, зенок, задись за стол, там у них праздник, они меня не дали понимаете, вот такой спонтан в Швейцарии это никогда не может быть вас там вот так выбрали, но ты не вовремя приедешь ну в русской менталитете, конечно, основное это есть мало кто-то хочет что-то делать посмотрите вот эти поля, да, все растет как я вот эту книгу считал сто лет в России я просто понимаю как развалили, если вот так честно, развалили же Россию два раза в семнадцатом году и девяносто году и каждый раз это было, вот это для меня обидно, это запад делал вот даже вот смотрите, Ленин, да, он больше жил в Швейцарии, чем здесь я всегда говорю, если я был бы жив, я его хрен выпустил из Швейцарии, пусть он там был а то, что он столько дров ломал здесь вот эти все поля, это все было кому-то я нашел старые люди, говорят, ой, там дядя Вася здесь вот этот, того, а сегодня холхоза, который подналежал, уже давно нет и пришли какие-то закупчики вот это слева тоже хотят дачу строить ну хорошо, ну ё-моё, мы должны сами себе кормить даже женские хозяйства у меня сейчас хороший проект как раз сегодня утром встретил я молодого человека 26 лет, у него жена убежала с маленьким ребенком, он один сидит и он хотел стать фермером и я думаю, в следующий год он на него ставит я на этом году это уже сделал я весной покупаю быки свиньи, бараны, овцы и, например, если у вас есть дом в деревне, маленький сарай вы говорите, я хотел бы, но у меня не хватает толчок тогда я, например, вам покупаю 4 быки и ставлю 2, бесплатно осень я забираю 2 а двое это ваши заработки то, что вы гоняли их на поле водой поили вот это все и корм тоже мой как-то свинины, например, там же надо муку и так далее это я тоже издал и вот так я сейчас хочу маленький фермер только маленький, семейный а деньги откуда возьмете на это все? из Швейцарии а вот это желание русских поехать в Европу уехать в Швейцарию и так далее вы это как объясняете? это люди, которые еще не поняли, куда я попаду знаете, сколько я знаю в Швейцарии русских которые жили, что туда ехали я много знаю, которые назад ехали мне кажется, кто не жалеет может быть, он боится туда ехать у него все есть твоя причина а если действительно человек ему, русскому, не живется на Западе понимаете, это другое это... а почему не живется на Западе? там скучно у меня еще три высшие образования а последнее, оно очень ценится из 34 человека по всей Швейцарии получили мы только пятый диплом и если я был в Швейцарии я сегодня какой-то начальник или владелец был какое-то столарное дело вот это и я прилетаю туда вижу свои друзья которые сейчас так работают я так рад, что я уехал оттуда а они как реагируют на вас? открыто не говорят но мне кажется, что внутри завидуют завидуют? завидуют а вы им фотографии показывали? конечно, они же видят и на отчеты приходят а чему они завидуют? а то, что я живу я живу а они не живут, они существуют вот приехали мы на наше хозяйство вот видите, вот этот вид вот четыре такие дома вот это дом который я купил потом все остальное сам строил четыре года сейчас это курятник это сарай я люблю, чтобы все рядом чтобы один человек справился я же могу сейчас у меня вода здесь там наверху у меня бочки тысячи литров эти животные свиньи или быки дают тепло это съела как чайник и мне вода не замерзает хоть минус 30 на улице так вы же действуете по-швейцарски вы все организовываете что хотите спланировать? не, ну что там а здесь все стихийно не, ну работать через это я не могу надо чтобы было не, вот что стихийно там везде стихийно не, ну тогда мы не успеваем чувствуешь это как здесь? это полы по-хладно но он не лето так а почему? строительная физика учились когда-то ага я вот так сделал что и зимой там уже замерзло все здесь долго не замерзает там где-то к концу февраля начинает замерзать здесь а как это получается? изолация потом отрежаешь вот на металл но есть просто вот это сам вид на конструкции сделать так, чтобы ну и дешево достаточно, да? конечно здесь никакой обогреватель ничего нет а это чистый склад для животных это все животные это через друбилку идет она вот так и сейчас ну друбят вот так мелкие, например, свекла здесь это главное у нас муку гоняем то, что быки получают сырно это такие силы называют через два этажа это идет наверх сыплю а сейчас вот отсюда сейчас пока мешки еще не лезть все туда здесь муку делаем и все рядом не надо лишний шаг не надо делать там такой металлический цех и сварочный аппарат ну все что там столарный у нас цех пива все что нужно здесь у нас переобрабатывающие вот здесь мы делаем колбаски начинка нарезки а какой объем производства у вас? ну сколько получается у вас еще месяц год вот сейчас перед тем, что я ехал в Швейцарии я в неделю бык резал каждую неделю одного быка и одного свинья мы резали богатеть на этом если труд считает тогда надо бизнес менять ну да это не окупается в большом счете это если хотите на этом никогда бенки купить не буду нет но это не то бизнес а это что у вас? это это говяжина копченая там голова и ноги сюда наверх и вот здесь по штабулям 5-6 человек могут лежать и ноги можешь наверх и балдеть и отдыхаешь а вот здесь моется ну может здесь и на вене просто мы любим и нет электричества потому что чтобы не был электросмок вот это у нас и в комнату у нас нет электричества вот здесь на керозиновые лампочки ну вот это лампочки свечки а здесь что растет? это клубника вот это ежевика там малина ну вот здесь внизу это огород сейчас уже перепахали яблоки много а это что такое у вас? это бит звон а звон звон это обед служен здесь рында да не каждый может здесь жить не каждый может не каждый может и еще раз вот в первую очередь надо не думать на себе а на общую а как-то все хорошо живут тогда я живу вот здесь мы все вместе советские принципы вот все которые здесь сейчас находятся они все понимают если мы же все в одной лодке вы сами сейчас метаетесь между двумя вещами вы сначала хвалите то чем потом чего-то в том ругаете и навязываются те швейцарские порядки которые в принципе вам уже и скучны есть чуть-чуть но у нас есть тоже не все идеально и и и и и